У меня высшее экономическое образование в области бухгалтерского учета. Я проработала более 20 лет в должности главного бухгалтера в Осибле. Опыт преподавательской работы у меня 12 лет, и последние 12 лет, то есть это обычно высшее образование, дневное и заочное отделение. То есть специалисты я работаю с 2009 года, основные курсы, которые я веду, это теория и практика бухгалтерского учета, теоретический курс налогообложения, то есть курс бухгалтерский учет бюджетных учреждений, и плюс 1С, то есть бухгалтерия государственного учреждения, то есть я вас пригласила на этот семинар. Ну, во-первых, предназначен он семинар для знакомства с программой 1С, бухгалтерия государственного учреждения. Длится он будет у нас с вами 2 часа, то есть в основном это с 14.00 до 15.30. Сам курс, то есть что он у вас у нас с вами содержит? Ну, во-первых, программа, когда вы покупаете, она у вас нулевая. Сам курс, он предназначен для большей степени для начинающего бухгалтера, то есть или кто хочет переходить с одной версии на другую, или, допустим, вы работали в программе паруси, а сейчас, то есть решили перейти на 1С, поэтому мы с вами посмотрим, как заводится организация, затем как настроить рабочие планы счетов, настройку классификатора, затем работа справочников, самая такая трудоемкая переход на 1С, это вот начальных остатков, регистрация операций, затем здесь же операции вручную, то есть когда, допустим, вот начальных остатков не подходит под спектр именно счетов, и санкционирование, так как курс, он в основном использован для казенных учреждений, то есть вы заполняете бюджетные данные ПВС, расходное расписание, здесь же смотрите, то есть документы по сводным данным бюджетных, то есть именно элементов, ну а мы с вами санкционирование как бюджетная организация, допустим, я вам покажу пример, как заполнять план финансово-хозяйственной деятельности, потому что в ходе курса, то есть ведется 2 учреждения в основном, казенные, то есть показать элементы плюс, в параллеле, то есть мы ведем бюджетные учреждения, потому что общая доля, то есть слушателей процента составляет бюджетная организация. Затем перейдем, то есть именно к учету основных средств, здесь вы посмотрите поступление, принятие к учету, начисление амортизации происходит по окончании периода, основные отчеты по ООС, работа с подотчетными лицами, то есть у вас есть приходный кассовый ордер, расходный, кассовая книга, все так же мы с вами заполняем, затем авансовые отчеты, учет материальных запасов, вы приобретаете их и централизованно, то есть как внутренние ведомственные расчеты, плюс, то есть вы покупаете у поставщиков. Учет труда и платы, то есть здесь достаточно, то есть она нулевая, то есть зарплата, поэтому, то есть как это вручную заводится в программе, я вам покажу, какие элементы. И затем, то есть закрывается период, то есть есть, то есть заполняется просто видоотчетности налога, бухгалтерскую нужно будет программу загрузить просто с интернетом. Ну а цель курса – научиться работать с объектами программы, то есть я уже сказала, больше всего для начинающих построено, что познакомить просто с программой 1С, отражая, то есть определенные операции. По окончанию курса, то есть вы будете уметь настраивать программу на ведение учета, работать со справочниками, регистрировать основные хозяйственные операции, формировать стандартные бухгалтерские отчеты и использовать программу для повышения эффективности работы, потому что до сегодняшнего времени в основном, то есть вы ввели это в ручном варианте. Ну кому интересен, я уже назвала категорию, это в основном подготовка бухгалтеров государственных учреждений, желающих освоить программу, то есть на платформе 1С предприятия 8, и полезен очень для пользователей предыдущей версии программы. Но нужна здесь обязательно подготовка. Во-первых, знание бухгалтерского учета обязательно, то есть уже 12, 15, 16 год, то есть уже обязательно у меня есть теоретический курс казенное бюджетное учреждение, это теория обязательно, чтобы вы вручную пообщались с планом счетов, ну и плюс базовая компьютерная подготовка, это обязательно. Рекомендуемые курсы, которые я советую после курса, то есть именно набор для бюджетных учреждений у нас очень-очень узкий, но тем не менее можно использовать. Один из бухгалтерий уровень 2, получение произвольных отчетов, то есть для себя, чтобы можно было внутренние отчеты составлять очень просто и легко в программе. Затем, если недостаточно в бухгалтерский учет теории практики было расчеты с персоналом, значит, есть отдельный курс расчеты с персоналом по оплате труда. И плюс 1С зарплаты и кадры бюджетного учреждения. Но этот курс, он на сайте отсутствует, существует только как индивидуальное занятие, поэтому нужно сразу тогда личному своему менеджеру говорить, что мне нужно точно по направлению один из зарплаты бюджетного учреждения. Вы увидите, здесь она, ее она отсутствует, только в ручном варианте. То есть можно без нее, то есть работать в учреждении просто немыслимо, поэтому нужно, чтобы этот курс просто у вас появился. И из рекламных, то есть из семинаров, практически 8-часовых и 6-часовых, есть еще организация закупок. 223-й закон, то есть ФСЗ, вы можете его просто использовать. Но уникальность какая курса, поэтому аналогов и конкурентов почти их отсутствует. Можно прослушать также по вебинару. Он дает навыки отражать на счетах бюджетного учета, ну и максимальное приближение просто в практике то, что вы используете. Так, ну посмотрим, кто у нас с вами присутствует, то есть на семинаре еще раз. Единственное добавить, что после окончания курса, во-первых, если посмотреть наш сайт, я просто хочу открыть схемку, то есть ваша с нашего сайта, то есть конкретно. То есть и наше направление только вот левая часть, вон видите, там есть казенное учреждение, то есть у нас с вами казенное учреждение. Сейчас мы немножечко увеличим, пусть образец. То есть бюджетный – это теоретический курс. Затем вот наш курс, он, видите, на втором плане идет. Один из бухгалтерии – государственное учреждение, ведение бюджетного учета. И затем, то есть зарплата и кадры бюджетного учреждения. Существуют как бы три направления. Поэтому вы можете из этого списка для себя использовать. В конце курса вы получаете у меня два свидетельства. Одно свидетельство – это у нас с вами Центра специалистов. Вот сейчас я его на экране просто вывела. То есть вот такой образец наш с вами. И второй, то есть у нас с вами есть образец. То есть это в иностранных, то есть наших с вами компаниях. То есть сейчас мы его откроем, сейчас вы посмотрите. Это свидетельство на иностранном языке. Ну вот так он будет у вас выглядеть. То есть поэтому мы получаем с вами два. Если только вы превышаете, то есть именно 72 часа, ну просто по основным курсам это не получается. Значит, надо добавить бухгалтерский учет, теорию и практику. То есть 72 часа тогда, то есть повышение квалификации удостоверения. Ну а мы с вами пойдем знакомиться с нашей программой. Во-первых, вы ее покупаете, то есть открою с самого начала, она появляется у вас в запуске. Кто никогда с ней не сталкивался еще, она состоит из двух режимов. Конфигуратор он создан для чего? Для того, чтобы наши программисты, нашу базовую программу установили именно под нашу деятельность. Ну а режим предприятия, это наш с вами режим, куда мы с вами и заходим. После того, как мы с вами ее загрузили, у нас появляется стартовый помощник. То есть меню, то есть это верху, вот видите, то есть наше меню, у нас, видите, там есть и казначейство, и касса, ООС, материальные запасы, расчеты, санкционирование, где учреждение, там же есть у вас и стартовый помощник. Если необходимо посмотреть, это вот попасть в стартовый помощник, можно через меню «Бухгалтерский учет» «Стартовый помощник». Но первое, что вы делаете, как бы всегда с программой, вам нужно переключать интерфейс. То есть вы идете в сервис, находите переключение интерфейса и выбираете полный. Она его переключает. То есть на полный все элементы у вас здесь будут присутствовать. Ну а мы начнем со стартового помощника. Он откроется у вас окно или через меню «Бухгалтерский учет» еще «Стартовый помощник». Отсюда можно его загрузить. Продолжить работу. Далее. Здесь заполняется наша организация. Ну вот я для примера возьму «Казенные», то есть потом «Бюджетные» посмотрите. То есть пускай ФКГУ у нас по нашей с вами схеме будет «Детская музыкальная школа». Ну я не буду сокращать, а вообще, то есть именно полное наименование пишется «Федеральное, казенное, государственное учреждение». Затем вставляется, то есть у нас с вами «ННН», то есть который я вам заполню, то есть если необходимо, то есть будете смотреть, куда мы заходим. Ну в нашем случае 7,7,7,7, потому что то есть в этом плане программа у нас не пустит. То есть 12,3,4,56. Учетный регистр – это у нас с вами в казначействе устанавливается. По программе курса это А99,8,7. А так казначейство в документах вам прописывает. 7,7,7,7 КПП, 0,1,0,0,1. ОКПО – 123,456,78. А теперь только мы идем далее с вами. У вас открывается тип план счетов, здесь указана дата в начале действия учетной политики, вот здесь структура РПС выбирается. Но в данном случае это у меня казенная, я выберу для казенных учреждений. И скажете, здесь вот выбирается как раз план счетов, с каким вы работаете. Затем далее. Учет имущества казны. Если вы его не используете, значит галочки не проставляете. Если используете, галочки нужно проставить. Затем идем далее. Здесь обязательно в производственном учете вы проставляете галочки «Распределять общепроизводственные затраты». Это счет у нас 109. Затем «Распределять общехозяйственные затраты» то есть затраты 109.80. И заходите в ссылочку «Методы распределения общих затрат». Она открывает вам вот такое окно. Как видите, учреждение у меня уже здесь заполнилось. То есть чтобы добавить любую строчку, видите, то есть она ничего у меня здесь не использует, тогда только через «Изменить порядок распределения». Она откроет вот такое окно. Вы открываете, говорите, прямые затраты или та база распределения, которую вы используете. И идете через «Добавить». Ну, казенно у меня используют единичку. «База распределения – прямые затраты». Плюс может быть вариант тройки и тоже прямые затраты. Но в основном, то есть это вот все показенные учреждения, которые необходимы. Для того, чтобы эта информация записалась, вверху в левом углу записать и закрыть. Она ее отразит. То же самое нужно сделать в «Общехозяйственных расходах». Скажете «Изменить», «База распределения – прямые». И также добавили единичку. И «База распределения – прямые затраты». Еще раз добавили троечку. То есть какие КФО – это обозначает код вида деятельности. И используется именно у вас в учете. И «Записать и закрыть». Все. То есть видите, как бы здесь нету кнопки «Записать и закрыть», поэтому просто накрестит. Если сомнения есть, еще раз можете зайти. Она все сохраняет. Теперь идем далее в «Стартовом помощнике». Ну вот здесь она у нас спрашивает «Зачет не производить», а мы его производим, поэтому вы галочки не проставляете. Идем далее. У нас «Учетная политика». Здесь налоговый период. Можно посмотреть здесь разные варианты, но у нас с вами поквартально. В момент определения базы есть тоже два варианта. У нас с вами код грузки. И порядок регистрации «Счет фактур на аванс» у нас при получении аванса. Затем здесь же есть определение прямых расходов. И видите, на табличке здесь есть у нас кнопочка «Специально заполнить», согласно статье 318. И то, что есть информация, вот все статьи, которые необходимы, она сюда все, то есть вам записала. Если какие-то строчки нужно удалить, значит выделяете строчку. Здесь появляется, видите, то есть в панели инструмента красный крестик, и вы его удаляете. Затем у нас амортизация. Здесь у нас их два метода. И здесь есть вот налоговый учет «Ведется». Когда вы его открываете, то есть или с начала ведения, или начиная, допустим, с 1 января, но она будет ругаться, потому что вы остатки здесь на данный момент не заводили. Поэтому можно просто сказать «Окей». И идете далее. Ну, здесь, наверное, самое сложное, называемое «ИФО». То есть вы скажете «Добавить», кнопочку «ИФО» открываете, говорите «Добавить» и заполняете. Но в данном случае для аквазионных это публичное обязательство. Ну, и другими словами, это обозначается стипендии. Группу вы не выбираете, потому что это источник финансового обеспечения. Глава по БК. Обязательно галочку проставляете «Использовать реквизиты». И выбираете из списка, куда вы, в какую рацию из отдела разноситесь. Ну, вот на клавиатуре можно набрать 0,74, а это будет образование и науки. И мы здесь выберем «Бюджет». Выбрали «Федеральный» и сказали «Окей». И появились публичные обязательства. В основном публичные обязательства – это казенные учреждения. Но я сразу занесу и для бюджетных. Допустим, скажем «Добавить». Появляется это же окно, и мы скажем «Добавить». Да, зеленый, то есть кружочек. И напишем «Субсидия». Потому что бюджетные и автономные, они заполняют субсидии. Также использовать реквизиты. Глава ББК 0,74 выбрали. И бюджет, так как субсидии тоже из федерального бюджета, вы его выбираете. Скажете «Окей» и также выберете субсидии. Субсидии используются и для бюджетных, и для автономных. В зависимости, где вы у меня работаете. Ну вот это у нас источники финансового обеспечения. А тем мы идем с вами дальше по программе. Говорим далее. Ну вот это, наверное, тоже самое такое сложное, которое нужно будет привыкнуть со временем. КПС – это именно код плана счетов классификационный. Заходите в кнопочку выбора, она открывает вам вот такое окно. То есть в отличие от других программ, здесь, конечно, очень много окон, в которых действительно нельзя просто заблудиться. «Добавить» – она откроет вам вот это окно. Вот сейчас она обозначила мне КИФ, то есть код источника финансирования. Относится это только к казенным учреждениям. Если это будет бюджетное учреждение, тогда программа «Ямдомфа», то есть вы увидите. «Выберет произвольный». То есть это от этого зависит. Здесь наименование вашей организации. Ну, я ее сокращенно возьму. «ФКГУ», то есть «Демошен». Ну, а там уже, то есть будете использовать. На всякий случай, всегда старайтесь, чтобы у вас несколько раз, потому что программа не всегда воспринимает наименование, вы его скопируете, чтобы каждый раз его не заносить. Я просто советую. Глава ПБК у нас также 0.74. Это образование. Группа под группой. Открываем. У нас с вами 0.100. Источники внутреннего финансирования. Выбрали. Статью под статью, то есть она у вас пустая, поэтому ее можно не заполнять, ведь тоже. И начало действия. То есть она уже здесь вам прописала, то есть вы скажете «Окей», она должна заполнить. И нужно в каждую строчку зайти и выбрать КПС. Видите, она уже в списке появилась. Если как бы будет, то есть она не будет соглашаться, значит, конечно, то есть здесь будут ошибки, то есть уже будет сложнее. В каждую прям строчку. Нужно зайти и просто ее выбрать. Прямо до конца, то есть вашей стрелочки. То есть или программа, она из стартового помощника вам не разрешит выйти. Ну, вот здесь, то есть она как-то, а двойку у нас нету в бюджетных учреждениях, поэтому она, видите, не открывает. Ну, можно вот субсидии сразу здесь добавить. Произвольный он, видите. То есть, ну, давайте мы ее здесь заполним, назовем ФБ, чтобы нам не возвращаться. БУ, бюджетное учреждение. Ну, и по программе просто курс, а это называется «Высшая школа искусств». Ну, или «Высшая школа», давайте сокращенно. Я ее назову. Дата начала. Зайти надо в список и выбрать, то есть ваш период 1 января 2015 год и сказать «Окей». Он сразу появится, видите, здесь нулевой. Но для бюджетных она сейчас будет выбирать только произвольно сразу. Потому что когда заносишь сразу ИФО, видите, то есть сразу получается, она заносит и для бюджетных, то есть одновременно и для казенных. Ну, как бы списки, они уже появились. И скажем «Далее». Теперь у нас появились рабочие планы счетов. Заходим. КПС доходный, то есть доходы. Они у вас тоже пустые. Скажете «Добавить». ФКГУ у нас с вами детская музыкальная школа. УБК мы с вами уже видели 0,74. Группа под группа. Здесь тоже будут налоговые, неналоговые доходы. Выбрать надо. Статья под статьей. То есть здесь у нас списки нету, значит не выбираем. Ну, единственное, вот здесь нужен вариант, то есть с вами выбрать из списка. Мы сейчас с вами посмотрим, что нам нужно из списка с вами выбрать. Ну, 29, по-моему. Насколько я помню. Нет. Так, ну идем вверх тогда. Так, субсидии у нас с вами. Так, субсидии. Сейчас мы найдем. Так, 0,200. И скажем «Окей». Так, не хочет. Вон, видите, то есть разрукается. Так, статья под статьей. Нет. Ну, тогда, то есть здесь оставим нулевой. Да. Так, еще раз выберем тогда. ФКГУ 0,74 еще раз. 0,74 нам нужно с вами найти, выбрать. И здесь у нас 100. Ну, попробуем сказать «Окей». Соглашается. Расходный. КПС, это КРБ, тоже ФКГУ. БК у нас с вами 0,74. Как видите, то есть здесь расчетов достаточно много. Это у нас КРБ, да? Затем у нас будет 0,700. Это образование. Программа под программа. Это вот сразу, вот видите, там есть развитие образования. Выбираем. И направление, то есть у нас должно быть 0,59. Есть. Расходы на обеспечение государственной деятельности. Вид расхода, то есть мы выберем 340, потому что с казенными, конечно, здесь стипендия. И скажем «Окей», она здесь вам выберет. И опять же, в каждую строчку зашли доходные выбрали, и затем расходные. То есть потом, как бы, эти элементы, они вам нужны будут просто. И в каждую строчку заходим, то есть и выбираем доходные или расходные. То есть строчек у вас здесь будет 2. Ну, в отличие от бюджетных очередей. Доходные выбрали. Затем «КПС расходный». То есть называется «Код плана счетов», который, то есть у вас будет указан в ваших документах. И вы можете всегда его сюда прописать. Потому что на курсах-то, конечно, я придумываю. А с точки зрения, вот видите, бюджетный, вот сразу можете даже посмотреть, он будет нулевой, просто произвольный. И как бы, да, то есть расходного уже не будет. Очень удобно. То есть любое учреждение, которое вам необходимо, то есть она вам здесь уже заполнит. Самое главное, чтобы все было заполнено. И все. Скажем «Далее». Ну и можно сказать «Готово». После этого, как вы это заполнили, все данные, если какие-то коллективы необходимо сделать, можно всегда вернуться. Допустим, пойти «Бухгалтерский учет», то, что я вам говорила, «Бухгалтерский учет», «Стартовый помощник» внизу, то есть нашим с вами вкладочкам. Сказать просто «Продолжить». И здесь уже ставите «Редактирование», выбираете вашу организацию. Все. И можно всегда просто исправиться. Это как бы первый элемент, который вы должны будете сделать. Затем, где у нас находится здесь установка «Дат». Это у вас сервис, параметры, вниз спускаетесь. Там вот у нас есть наша с вами дата семинара. Вы снимаете галочку и ставите 1 января, допустим, 2015 года. А так можно прямо в меню. Вот он, гаечный ключик. Можно поставить, допустим, на ввод начальных остатков 31 декабря 2014 года. Установили. Теперь можно, то есть, занести наши данные или проверить, когда вы начинаете. Это через учреждение. Учреждение. Вот оно, видите, ваше учреждение. Вы его открываете. Открывается вот такое окно, да, большое. Вам нужно пройти все абсолютно закладки. Частично она взяла сейчас у нас и стартового помощника. Видите, все реквизиты есть. Ну, можно единственное, как это МОО здесь подписать, 453, 95, 3, 0. Затем субъект федерации. Москва или где мы работаем. Бюджет не забудьте. Федеральный. Код главы вы уже видели. 0,74. Ну, распорядители, если будет, то есть, ваши просто данные. То есть, известный загадок будете заполнять. Это не для обязательного заполнения. Потом идете в вторую закладку. Бюджетные полномочия. Вы должны проставить здесь галочки. Полномочия бюджетных средств – это первое. Во-первых. И полномочия иного получателя, потому что вы работаете с разными юридическими лицами. Поэтому здесь две закладочки. А потом идете в регистрацию. Здесь заполняется у нас с вами ОГРН. Ну, давайте его заполним ОГРН вместе со мной. То есть, у нас с вами 102, 500. А все-таки по статистике идете, где вы зарегистрировали. 603, 91, 01. Дата регистрации, допустим, для примера, 25 декабря 2010 год вы зарегистрировали. И ФНС, 4 семерки. Заполнили, то есть, налоговую ФНС, номер 77. Дата выдачи 25 декабря 2010 год. Серия, то есть, номер, да, у нас с вами в свидетельстве есть. 77, пробел, 0111, 101, 990. Код налоговый также 4 семерки. Наименование его скопировали, записали в налоговый, да, орган. И ваши коды пенсионного фонда, то есть, которые у вас используются. Для примера, 075, 030, где вы зарегистрировались, 022, это уже в регистрационный номер пошли мы, 075, 030, 022, 522. И фонд социального страхования. Все берете из ваших данных. 773, 200, 28, 56. Код АКОФ, они не заполнены, поэтому придется заносить просто вручную. Код ваш 72, бюджетное учреждение, называется. Выбрали эту строчку. Код АКФС, здесь справочника нету, поэтому все из статистики. 12, федеральная собственность. Код АКВ, то есть, у нас с вами, то есть, образование, поэтому 80.22.21. Ну, и наименование образовательной, то есть, услуги. То есть, и здесь прописали. Все берется из статистики. Это вот госрегистрация, закладочка. Переадресы телефона. Ну, я буду заполнять вручную. Вообще, лучше всего загрузить классификатор, кладер. Потому что, то есть, здесь вы еще не в тройке работаете, а в 2.0. Поэтому лучше всего кладер загрузить здесь. Перейдет, когда новая появится программа 3.0. Редакция, это значит, справочник FIOS. Ну, а я напишу ваши индексы. 123.0.22. Регион у нас с вами Москва. Буквка Г в конце связана с персонифицированным. Улица 1905 года. В конце у нас У. Все связано с персонифицированным учетом. Так, ну и скажем, дома у нас с вами будет 5. И скажем, окей. Она спросит, фактически адрес изменился. Вы скажете, да, она заполнила. Ну, соответственно, телефонный, факс, то есть электронную почту вы заполняете. Ну, а теперь ваша закладочка. Вот на второй уровень мы переходим. Лицевые счета. Открыли. Вот она, видите, то есть ваша табличка. Добавить. Откроется другое окно. Здесь записывается номер вашего лицевого счета в казначействе. 0373-103-0710. Источники средств. Добавить. Да. И скажете, она откроет другое окно. Скажете, у вас средства бюджета. КФО у нас единичка. Запомнили. Окей. Теперь ниже спускаете. Здесь вот должностные лица. Первая подпись. Но вот здесь путь, конечно, длительный. Кнопочку выбора открываете. Откроется вот такое пустое окно. Но добавить, видите, нет. Значит, правое окно в камышке. Добавить. Откроется вот такое окно, которое сотрудник называется. Строчка контрагент. Открываете третье окно. Следующее открылось. Создать. И откроется такое окно. И как только появляется эта проверка контрагентов, вы скажете включить проверку, чтобы она его контролировала. Ну, в данном случае у меня не физическое лицо будет. ИНН мы заполнять не будем. И наш с вами директор Иванов Петр Петрович. Здесь же вот удостоверение, оно вроде как серенького цвета, но вы все равно заходите в кнопочку выбора. Также открываются паспортные данные. И говорите создать. Ну, гражданин Российской Федерации. То есть я сокращенно буду использовать. 21-й код. И скажем, то есть его выберем, да, отсюда. Так, сейчас дойдем. Серия 45, пробел 45. Допустим, номер там его записали. И дату выдачи. 20-02-2002. 20-02-2002. И сказали ОК. Он сюда появится. Он, видите, сразу появился. Затем здесь внизу у вас есть пол. То есть вот выбираете страна, местонахождение и дату рождения. Ну, для примера, допустим, 03-03-1963. Все. Если заполнять будете адреса, значит закладочка адреса. Говорите ОК. Она вернула следующее окно. Но внизу договора, то есть вы не заполняете, выбираете, да, эту строчку. Она возвращается в сотрудники. Здесь вот очень длительный такой путь. Затем, чтобы данные сотрудника появились в подразделении, нужно сказать записать. Тогда только, видите, рабочая появляется. Скажете добавить. Период 1 января. Подразделения, их у вас нет. Вы скажете добавить. Появится новое, да, окно. И скажем администрация. Ну, условно так. Выбрали. Должность. Их тоже нету. Добавить. Директор. Нужно справиться просто с окнами. Коды она присваивать будет сама. Все. Теперь в этом окне, самое главное, видите, у вас окон там много, не забудьте. Нашли это окно и сказали окей. Она вернется в справочник сотрудники. И вы отсюда его выберете и вернетесь в следующее окно. Здесь вот очень часто, то есть делают просто ошибки. Если вы нечаянно сделали окей, и вам нужно вернуться в эту строчку, а вы потерялись, тогда через карандашик. Зашли. Вот оно, ваше окно. Теперь вторая подпись также. То есть сказали добавить. У вас же новый, то есть элемент. Контрагент. Зашли. Создать. Физическое лицо. И у нас с вами Снежина Светлана Анатольевна. Записали. Здесь же паспортные данные, то есть ее. Ну и говорите окей, я уже не буду заполнять, то есть там уже будете в программе заполнять. Затем также записать, 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 то есть у нас с вами, мы должны, чтобы она открылась, да, у нас с вами, окно. Добавить 1 января подразделение. Ну, можно оставить администрацию. А должность, она у вас главный бухгалтер, поэтому ее нужно занести. Главный бухгалтер. Опять же, в зарплате, то есть она будет уже по классификаторам. И выбрали. Окей, сказали. Выбрали Снежину. Обязательно галочку печатать должность. И скажем окей. Внизу, то есть вот ваши ответственные лица, они, конечно, появятся только после приема на работу, но можно сразу. Но чтобы дата она сразу вам отразила, можно прямо вот здесь, по состоянию на, поставить. Вот я поставлю на 31 дикт на 1 января, то есть хотя там данных может быть не оказаться. То есть кассир у нас с вами, кнопочку выбора зашли, выберем Снежина условно. Руководитель у нас Иванов и главный бухгалтер, то есть у нас с вами тоже Снежина. Ну, а так, конечно, нужно завести нашего кассира. После этого вы можете сказать здесь записать и открыть карточку учреждения. Распечатать, то есть весь банк, то есть заполненный, который у нас с вами отразился. Ну, видите, то есть расшифровок ответственных лиц почему нету, разница только в чем. То есть, что я вот здесь написала 1 января, если мы поставим 31 декабря 2014 года, скажем, записать и зайдем в карточку учреждения. То есть, ну, хотя у нас тоже, да, ответственные еще не появились здесь. Так, теперь после этого вы идете в учетную политику. А, у нас здесь кассиров, да, нету, поэтому Снежина. Сейчас еще раз я повыберу, там же 1 января было. Иванов и главный бухгалтер, они должны сейчас появиться. Записать карточку учреждения, вот они, видите, сразу сюда появились. Так как у меня на 31 декабря были данные, то есть, соответственно, они уже здесь в список попали. После этого вы идете в учетную политику. Первое, что вы делаете, во-первых, видите, она мне поставила сразу 1 декабря, так как на 31, с 1 числа месяца. Все то, что здесь уже выбрано, она взяла просто с вашего стартового помощника. Если вы так вот просмотрите, производство, методы распределения затрат, вот видите, то есть, здесь ее нету. Поэтому нужно сказать, налоговый учет ведется 1 декабря, 14 только год, чтобы она подтвердила эту информацию. И скажете, окей, видите, он станет синенького шрифта. Но чтобы сюда добавилось 15 год, что нужно сделать? Во-первых, вот здесь нужно сказать, сохранить изменения. Применяется поставить 1 января 2015 года. Затем то, что вы заносили в стартовом помощнике, она все сейчас сохранит. Видите, то есть, они все заполнены в этом случае. Но нужно сказать, сохранить изменения. Только после этого появится вторая строчка. Поэтому нужно просто запомнить здесь. Дату установили, сказали сохранить изменения, появится на любой период, который вам необходим. И после этого, то есть, обязательно при выходе сохранить измерения и на кресте просто закрыли. И когда вы заносите еще учреждение, еще один элемент, который нужно сделать сразу. Здесь у вас есть, то есть, вот шаблоны, то есть, именно для основных средств. Вот он, шаблон формирования инвентарных номеров. Там у вас, то есть, нарисована машиночка. Вы скажете «Добавить». Наименование шаблона будет называться «Основной». Основной. И, то есть, количество наших инвентарных номеров. Их у нас 13 знакомых. После этого вы скажете «Добавить». И первое, что вы выбираете, то есть, всегда у нас с вами, первое будет выбран код источника финансирования. Нужно его найти, то есть, у нас с вами источника финансирования. Он один знак. Это вид деятельности. Потом «Добавить», то есть, сразу. У вас идет синтетический счет. Это три знака. Добавили. Дальше идет, то есть, из вашего счета, то есть, номер аналитического счета. Их два всегда. Особо ценно и иное. Дальше идет порядковый номер амортизационный. То есть, группа их два номера. И затем «Добавить», то есть, в последнюю строчку у вас порядковый номер. И всего должно получиться сходиться. Длина, то есть, именно с этого, вот именно строчки 13. А так только вы выбираете. Только первое – это код вида деятельности, синтетический, аналитический, амортизационная группа и порядковый номер. С этого момента она будет его использовать. Ну и после этого, как только вы учреждение занесли, вы говорите «Ок». Затем, где у вас находятся все ваши контрагенты. Ну, допустим, в учреждение идете, учреждение. Здесь у вас есть сотрудники. Лучше всего здесь организовать папочки. Во-первых, сказать «Добавить папочку» и назвать ее просто «Сотрудники» или «Физические лица». Это лучше всего вариант «Физические лица». И скажете «Ок». Но перенос она, как вот в обычных программах, она не делает. Поэтому лучше использовать вот эти элементы. Да, вот переместить группу. Открыли, сказали «Физическое лицо». Видите, она переместила. Снова открыли, то есть «Физическое лицо». То есть они сюда попали. Это «Физические лица». Допустим, если нужно, то есть вам подразделение, они вот у вас здесь появятся. Видите, «Администрация». То есть «Добавить», сказали, «Хозяйственный отдел», да, допустим, у нас с вами есть, который будет покупать у нас с вами все ценности. Занесли все подразделения в список. Так, а так все через, то есть ваше учреждение. Сами контрагенты, они вот находятся у вас здесь. Видите, две папочки, да, черненьких. Вот они, контрагенты ваши. Они сюда, отсюда, то есть появляются. Именно здесь. А так справочник, он у вас уже готовый, да, здесь будет. Это мы с вами сделали. Теперь следующий, то есть элемент, который, то есть я вам покажу, то есть это у нас с вами номенклатура, тоже достаточно такой трудоелкий путь, то есть который, во-первых, единицы измерения, давайте посмотрим. Материальные запасы, единицы измерения, они у вас пустые. Подбираете также подбор из окея, классификатор. Открыли. Ну, допустим, выбрали метры, окей. На тем 166-й код у нас с вами килограммы, да, допустим, выбрали. То есть 796, то есть можно через лупу действовать. Точно так же. Штуки. Закрыли классификатор, со временем ваш список будет просто увеличенный здесь. Это единицы измерения. А тем вы начинаете заполнять программе номенклатуру. То есть материальные запасы, вон видите, номенклатура. Открывается пустой вот такой справочник, да, наш с вами. Начинаете группы заводить. Первая группа будет у нас с вами, допустим, продукты питания. Здесь тип номенклатуры. Нашли, то есть вот здесь отдельно группа. Это связано со счетом. Окей. Еще раз группу. Допустим, назвали ее прочие материалы. То есть они тоже у вас есть, как прочие. Нужно только спуститься. Окей. Допустим, канцтовары у вас есть. Значит, канцтовары назвали их. Тип номенклатуры тоже, прочие МЗ. И сказали окей. Потом открываете вашу группу и начинаете создавать элементы. Это называется через добавить. Вот он появился. Номенклатурный номер не заполняйте. Ну, допустим, у нас с вами в бухгалтерии в основном используется бумага. А4. Единицы измерения. Вон, видите, в штуках нет. Нам нужны упаковки. А упаковка эта у нас должна быть 7778. Это можно прямо отсюда. Пачек нету, помните, в программе. Не забывайте. И выбрали упаковку. Видите, она сразу открыла вам 105 счет. Если кнопочку выбора зайти, вот он, наш с вами счет. Вот, видите, она сразу выделила. Впрочем, материальные запасы. Ставка НДС бумага у нас 18%. И сказали окей. Все, она занесла. Допустим, продукты питания, то есть, которые мы закупаем для детей, тоже открыли папочку. Сказали добавить. Ну, давайте, то есть, возьмем кофе. То есть, что мы с вами его купили, да? В килограммах. Видите, здесь уже 105, 32. Все связано с группами. Ставка 18%. Ну, килограммах я не буду брать, то есть, будем брать тоже в штуках, да? Что мы купили в баночку, допустим. Так заносятся вот наши с вами. То есть, материальные запасы именно в справочниках. А тем самым трудоемкое, наверное, то есть, в программе это основные средства. Поэтому ОС, справочник, основные средства. Скажите добавить. Видите, какое окно, оно достаточно трудоемкое здесь. Наименование. Ну, здание у нас всегда, да, есть. Допустим, здание школы. Занаписали наименование. Инвентарный номер еще рано. Вид учета. Собственно, в оперативное направление. Она сразу определяет счет. Вы в него заходите, прям в серединку заходите. И смотрите, к какой группе он у вас относится. А это ваш счет 101.12. Недвижимое имущество. Выбрали. Вот сейчас начнутся рабочие планы счета. Видите, он пустой. Вы скажете добавить. КФО единица. КПС. Выбрали то, что вы занесли. И скажете окей. Выбрали. Как только в эту группу повторно будете заходить, она уже использовать будете. Справочник ОКОВ. Ну, здесь просто его как бы нету. Здесь просят лицензию. Просто напросто. А так оно у вас будет, и вы смело можете его загрузить. Потому что он у вас в базе будет пустой. Поэтому придется, то есть, через добавление, допустим, исходить. Ну, вот я возьму условно 001, но его нужно загрузить. Наименование здания. Группа у нас с вами. Группу. То есть, мы не будем с вами использовать группу. И наименование полное здание. А так из классификатора будете находить, он у вас попадет сюда уже. Амортизационная группа. То есть, у нас с вами пускай будет, то есть, до седьмая, до 20 лет. Здесь же первоначальная стоимость, допустим, 1 миллион рублей. И источник поступления. Передано в оперативное управление. И скажете окей. Появится, то есть, наше основное средство. Так как бы заносится у нас с вами основные средства именно в справочнике. Но это номенклатура называется. А то есть, когда вы переводите, то есть, из паруса именно в нашу программу 1С. Помните о том. О том, что, то есть, у нас с вами. Называется это операция вручную. Где она у вас находится? Это бухгалтерский учет. Вот остатков при начале работы с программой. Последняя строчка. И находите вот остатков основных средств. Вот оно окно. Скажете добавить. Откроется вот такое окно. Все остатки заводятся на 31 декабря. Выбираете единичку. ИФО обязательно. То есть, вот ИФО, то есть, советую просто. Или вы везде его выбираете, или не выбираете нигде. Потому что отсюда появляются, то есть, ваши красные остатки. Сторнированные. Публичные обязательства. А вот когда счет, то есть, вот это у вас никогда не заполнится. Первая ячейка заходит всегда в серединке. Откроется план счетов. И вы выбрали 101.12 и жилое помещение. Но так как вот начальник вы еще не заносили, поэтому вам нужно занести единый план счетов. КПС выбрали. Приходится несколько раз заходить сюда. И выбрали. Все, занесла она. Видите сразу. 310 увеличение стоимости основных средств. А вниз идете, говорите, добавите. На открывается еще одно окно. Основное средство здания. Выбрали. Номер инвентарный. Зашли, сказали добавить. Она присвоила но. Здесь одно есть но. Он хоть и номер первый, но и когда вы его выбираете, программа не видит вашего номера первого. И нужно сделать так, чтобы вы убрали несколько ноликов у себя. Допустим, убрали несколько, чтобы было видно просто единичку. Видите, даже сейчас это она мне не видит. Ноль последний. Значит, я еще раз должна зайти, сказать изменения, еще раз убрать несколько ноликов. До тех пор, пока вот здесь не появится единичка. Видите. Или она не проведет этот документ. Мол, это материально ответственное лицо, их у вас нет. Также скажете добавить. Сотрудник. Физические лица. Но выберем условно, что у нас Иванов. Окей, появился. Выбрали. Состояние принято, то есть введено в эксплуатацию, вы должны обязательно выбрать. Вот здесь принятием учета тоже очень так, есть очень хитрый ход. 31 декабря 2014 год. Потом, то есть говорите, название документа. Акт приемки, передачи. ОС1 он у вас называется. Особенно, когда вы остатки заводите. Я вам вообще советую, вот скопировали название документа, и чтобы для себя использовать. Потом номер обязательно, единичку. И чтобы повторно вам внизу, то есть не использовать, просто нужно выбрать принятие к учету с вводом в эксплуатацию. Потому что вы выбираете первую строчку, нижняя строчка не заполняется. А если вторую, она заполняет автоматически нижнюю вашу. А так придется повторно заполнять. Потом идете в общие сведения. Говорите, что ваша балансовая стоимость 1 миллион. Видите, она посчитала уже срок полезного использования. Ставка у вас 2,2%. И идете в амортизацию. Ну, вот здесь она сама не считает. Если будет амортизация, в том случае будете заполнять. Если, допустим, вы взяли карточку, она у вас уже была на 31 декабря начислена. Допустим, за один месяц. Тогда вот здесь у нас есть калькулятор. Мы сейчас с вами посчитаем. 1 миллион, да, вот мы разделим на 240 месяцев. Допустим, будем считать, что за один месяц только начисляли. Вот наша с вами сумма амортизации, которая указана в карточке. Но если вы приобрели все-таки у меня, то есть именно в декабре, то есть и переходите на 1С, тогда вот здесь будет 0. Есть погашение стоимости. Начисление, амортизация. Ну, видите, сразу автоматически вам добавила строчки. Здесь сразу нашла счет 104. Видите, то есть здесь 410, то есть уменьшение стоимости используется. Потому что в бюджете, кто ни разу еще не работал, то есть в этом случае, то есть здесь 2 счета. Хотя сам принцип с 16-го года куску, он как бы вроде будет отменен, но просто этот куску, он войдет в просто номер счета. И идея, она та же самая будет. Счет учета 401.20. Видите, рабочий план счетов пустой. Значит, нужно сказать добавить и выбрать еще раз код классификационный план счетов. И она сюда появится. Ну, просто несколько раз придется заносить. И скажем «Окей». И еще раз «Окей». Она должна, то есть нам с вами провести, уже здесь использоваться. Здесь же можно нажать «Дебит-кредит». Вот она. То есть операция ваша «Дебит-кредит. Результат проведения». Вы можете ее посмотреть всегда. Здесь сразу и 101 счеты по кредиту, то есть 3 ноля с помогательной. И здесь же сразу, то есть амортизация появилась. Где у нас стандартные отчеты находятся? Первый путь. Бухгалтерский учет. Стандартные отчеты. Вот она, оборот, на сальдовая ведомость. Открываете. Устанавливаете период. Допустим, нам нужно 30 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года. Учреждение у нас ДМШ. Детская музыкальная школа. И скажем «Сформировать». Ну, вот сам отчет, он, конечно, будет большим. Почему? Потому что, как бы, то есть у нас с вами счета, вот видите, то есть достаточно большие. То есть как можно замести сюда, то есть именно расшифровки? Точно так же, как вы работали и в коммерческой структуре. Вот здесь, то есть по субсчетам поставить галочку. А ниже, то есть здесь есть даже, вон видите, выводить за балансовые счета. И в отборе у нас размещение здесь, можно сказать, выводить наименование счета. Скажем, сформировать, но сам отчет, он будет достаточно громоздким уже, видите. Потому что, как бы, он увеличивается. Потому что сам счет большой. Еще названия достаточно очень громоздкие. Поэтому со временем я считаю, что выводить название, именование счета, это не нужно. То есть, а просто привыкать нужно самим просто счетам. Можно прямо отсюда открыть любую ячейку, так же двойным щелчком сказать, открыть, и она откроет, вот покажет вам элементы. Вот видите, то есть все заполнено, да, уже. Или, допустим, саму карточку счета. Открыли, посмотрели. То есть она, видите, показывает нам. Но аналитика не вся занесена, поэтому, как бы, она ставит пустые ячейки. Это наши стандартные отчеты. Можно в меню к ним привыкнуть. Вот она, оборотно-ассальдовая ведомость. Зашли, сформировали, она уже его построит. Так вот заносится ввод начальных остатков. Но есть еще ввод начальных остатков, которые забалансовые счета. А если вы посмотрите, то есть ввод начальных остатков, то есть здесь по забалансу, но есть вот по УСН еще у нас с вами, их нету. Поэтому за балансовые счета у вас путь будет только один. Операция вручном. Вот вести операцию вручном. Говорите, добавить. Откроется вот такое же окно. ИФО выбрали. Публичные обязательства. Сумма. Ну, это нужно посчитать. Допустим, у нас с вами, пусть такая 1500, да, получилось. Вот здесь номер. Первая справка ваша бухгалтерская. Вот 31 декабря 2014 года, где вид документа, здесь заполняется название ваших документов. Поэтому вы должны сказать добавить, набрать бухгалтерская справка, потому что это называется бухгалтерская справка. Где содержание ввод начальных остатков по забалансовому счету. И спускаетесь в вашу табличку. Ну, она достаточно, вон видите, большая. КФО единица. Счет по дебету у нас с вами. То есть 21. Но, чтобы попасть за балансовый счет, нужно набрать 0,1. И затем найти, то есть за балансовый ваш счет. Потому что если вы наберете сразу 21, она попадет 210 счет. Поэтому нужно набрать в плане счетов 0,1. А потом спуститься и найти тот счет, который вам необходим. А нам нужно 21 счет. Ну, конкретно, допустим, нам нужны... Ну, пускай производственный инвентарь 21,36. Она спросит субконта. Он, видите, ниже. То есть, но у нас его нет. Значит, нужно добавить элемент. И сказать, что у вас, допустим, стол. Название. Вид учета. Видите, то есть заполнение она уже требует. 101 нашли. 101,36. Опять же, нету единого плана счетов. Добавили. Выбрали код вида деятельности. И наш КРБ. Окей. Ну, как бы, если занесено заранее, то есть это достаточно все просто. Аков. Ну, я условно, опять же, наберу. 0,02. Уже 2 будет по списку. И здесь у нас стол. Ну, если загрузите классификатор, он уже сюда появится. Будете выбирать. Амортизационная группа, так как это столы, возьмем до 2 лет. И у нас с вами 5000 рублей. Источник. Перейдем в оперативное управление. Все, он теперь попал в список. Он, видите, стол. Иванов. Вот еще мол, да, она требует. Все остальные строчки ей не нужны. Здесь у нас с вами, ну, здесь нету плана счетов, потому что он нулевой. Вот, начальных остатков. Поэтому вспомогательный он у вас будет пустым. Количество, единичка. И сумма 1500. Затем содержание. Можно его скопировать вверху. Скопировали. Занесли, да, сюда. Номер журнала. Сейчас мы посмотрим, какой мы можем выбрать с вами. Касса не подает, поставщики нет. То есть, значит, прочие операции. Восьмой. Вот характеристику вы не заносите. Может, она будет у вас спрашивать. А вот здесь следующая ваша колоночка. Это можно, вот, первичный документ, бухгалтерская справка. Номер, она у вас вверху все записано. Единичка. И 31 декабря, 2014 год. Внизу у нас есть справка. Вот здесь печать бухгалтерская. 0504 833. Открыли. Ну, вот так оно у нас будет выглядеть. Единственное, то есть, в нашей программе, то есть, вот здесь, а не, оно так и останется. А не. Поэтому в этом плане, то есть, оно будет везде. Потому что ответственных лиц у вас здесь нету. Поэтому только через просмотр. И здесь уже записали, то есть, что у вас там главный бухгалтер, допустим. Все через ручной вариант. По-другому просто нельзя будет. И здесь, допустим, то есть, у нас с вами снижено, то есть, подписали SA и сразу сюда занесли. Все. И на печатной форме можно, то есть, можно сохранить копию куда-то в компьютер себе. Можно, то есть, оставить так же на печатной форме, то есть, использовать. Ну, а так, вон, видите, то есть, внизу уже главный бухгалтер у нас появился. И скажете «Окей». Информация уже изменилась. Если вы зайдете оборот на сальдовая ведомость, скажете «Сформировать», то есть, у нас с вами информация уже изменится. То есть, сюда попадет, то есть, у нас с вами счет, то есть, именно 0.21, если мы поставим сейчас, вот настройках давайте поставим, выводить забалансовые счеты, потому что их там нету. И она должна нам уже добавить забалансовый счет. Мы сейчас его найдем. Вот он, 21, видите. Он сюда появился, то есть, вы в список его поставили. Другой отчет, который можно использовать, самый популярный, это по счету. Тоже зашли. Поставили, допустим, 30 декабря, 2014 год. По 31 декабря, 2014 года. Ну, тот же ваш счет 21.36, допустим, нам нужен с вами. То есть, и детская музыкальная школа. Вот он у вас появился, видите, сразу. Иванов, стол, то есть, здесь все, информация уже появилась. Надо, допустим, нулевой счет сформировать. Он у вас появится. Но нулевой счет у вас должен быть равен друг другу. Дебет равен кредиту. И поэтому суммы, то есть, вы должны потом себя проверить. Цель законечная должна быть нулевая. То есть, может, здесь и поусловно, то есть, и на занятиях, то есть, конкретно я показываю, мы там сравняем, то есть, с вами. И вы увидите, как это сделается. Затем, вот, когда вы делаете операцию вручную, то есть, нужно попасть в журнал, чтобы посмотреть вот все регистры по основным средствам. Давайте посмотрим, где журнал находится. Это ваш путь. Бухгалтерский учет, журнал, операции. Вот он, видите. Что нужно сделать, чтобы попасть в регистры? Нужно нажать дебет, кредит. Первое. То, что вы должны сделать. А внизу у вас есть, то есть, такой элемент, то есть, кнопочка отчет, подвижение документов. И она сформирует вам все регистры. Он, видите, по основным средствам, как замечательно. Здесь вот и параметры амортизации появились, и журнал проводок. И они все есть. Здесь просто путь, он один только. Журнал операции, дебет, кредит, отчет по движениям документов. И они все у вас попадают. С точки зрения санкционирования, то есть, еще один элемент покажу. Вот, допустим, два. Санкционирование, то есть, вы заводите бюджетные данные ПБС АИФ. То есть, получили лимиты, и сюда заходите. Говорите, добавить. Появляется вот такое окно. Ну, введено в действие, я напишу, 10 января 2015 год. ИФО обязательно, публичное обязательство. Лицевой счет, он у нас заведен уже, 710. Здесь вот КРБ. Но вот эти элементы, она должна связать и с вашего стартового помощника. Потому что КРБ вы никогда его не выберете. Затем должность, директор. Здесь вручную заносится директор. И в нашем случае это Иван, то есть, Иванов Петр Петрович. Ну, и должность главный бухгалтер или бухгалтер, в зависимости, что у нас с вами, какая должность. Снежина, Светлана Анатольевна. Потом обязательно ваша закладочка ЛБО. Она здесь вам уже трожит счета. Видите, 501.15, это санкционирование счета называется. И 501.13. И вы их просто заносите. Говорите, добавить. Выбираете КБК ваше, то есть, учреждение. Коско. Ну, допустим, вариант, что у нас с вами есть зарплата. И сумма на текущий год. Допустим, на весь год у вас миллион. Можно в примечании здесь, конечно, писать, что это у нас зарплата. То мы еще раз добавили, выбрали, то есть, наш КБК. Допустим, у нас с вами, то есть, будут прочие выплаты, потому что страховые они есть. И, допустим, это у нас 300 тысяч рублей. Назначение тоже можно прописать. Страховые взносы. То есть, это на ваше усмотрение. Ну, и давайте услуги, да, возьмем. КБК выбрали, то есть, наш с вами код 220, оплата работ, услуг. И наша сумма будет 500 тысяч рублей. Ну, а это уже услуги, работы, услуги. Здесь же есть правки, и вы говорите «Окей». Как только вы бюджетные данные занесли, вам нужно занести расходное расписание ПБС и сделать детализацию. Сказали, допустим, «Добавить», но всегда смотрите вот эту первую строчку «Операция». Ее открываете, говорите «Детализация ЛБО». Дата у вас 10 января 2015 год. Поставили. Лицевой счет, ИФО обязательно определились. Публичные обязательства, если казенные. Выбрали 373 средства бюджета. Но органы казначейства, мы просто не заносили, поэтому оно пустое. Исполнительное, то есть, лицо тоже можно выбрать, то есть, нашу Снежину, да, то есть, именно. А здесь, видите, уже на текущий год 501.13 счет получился. Лимиты. Добавить. КБК выбрали. Коску группу, то, что мы с вами заносили, 220. И выбираете, вот, допустим, у вас услуги и связи. Сумма. Допустим, 50 тысяч рублей. Нам нужно всего получить, то есть, 500. Можно скопировать, чтобы каждый раз КБК не выбирать. А выбирать только куску. Допустим, 222. Там у нас с вами, допустим, 150 тысяч. Еще раз скопировали. 223 коммунальные, да, услуги. Ну, можно взять, то есть, здесь у нас 200-300 тысяч. У вас сумма должна равна бюджетным данным. И сказали, окей. Ну, а теперь проверяете. У вас есть санкционирование. Санкционирование поставлено на учет обязательств. Сказали добавить. Принятое бюджетное обязательство. Она откроет вам вот такое окно. То есть, на 10 января. Ифо. Публичные данные. Обязательства. А вот договоря нужно просто заполнить. Вот еще один элемент, который используется, то есть, именно, ну, допускаются ошибки. Скажете создать и выбираете контрагента. Но контрагента вы до этого момента уже заполнили. Вот сейчас я заполню ее. Поставщики, допустим, у вас здесь есть. Записать, закрыть. Открыли этот список и создали. Ну, вот здесь, наверное, можно сейчас мы у альфа запишем, чтобы вы увидели, как она проверяет. 7,722, 801, 71, 79. Альфа. Ну, понятно, что организации все выдуманы, поэтому она может и не использовать. КПП. 77, 22, 01, 001. Все. Здесь же адреса и телефоны. Но, чтобы заработали расчетные счета, нужно сказать записать. Не забывайте. Открываете. Говорите номер счета. Допустим, посмотрели счет какой. Здесь вот элемент, видите, то есть она не ограничивает поле, поэтому нужно убрать 6 знаков. Все получилось 20. Банк. Скажете «Да», загрузить. Будете выбирать сайты агентства Росбизнес Консалдинга. Скажете «Далее», и она, то есть очень быстренько вам загрузит просто все ваши банки. Она сейчас откроет список, поэтому этот элемент достаточно быстро делается. Находите «Москва», ставите галочку, говорите «Далее», и она загрузит, то есть нам с вами банки. Видите, они уже готовы. И они сюда уже попали. Сказали «Окей», он попал у вас сюда, то есть ваш банк, расчетный счет у вашего поставщика. Так, и скажем внизу «Окей». Все, поставщика вы забрали. То есть теперь договора как заполняется. Договор от 10 января, тоже еще одна проблема, которую вы должны потом будете в программе курса, или вначале в программе курса, а потом уже у себя на практике использовать. Это ваши договора заносятся через план финансирования. Но когда вы в него заходите, то есть кнопочка справа, вот видите, ввести план финансирования справа, вы ее нажимаете, говорите «Окей», она откроет вам вот такое окно. Вы говорите срок использования, допустим, до конца вашего периода, 31 марта, и скажете сумму, что у вас стоит сумма, допустим, 300 тысяч рублей. Ну, допустим, коммунальные, да, как у нас с вами были. Срок действия, 31 марта, всегда проверяйте. Договор у вас должен быть, то есть срок исполнения совпадать с датой года действия, 10 января записали. И спускаетесь вниз, если аванс есть, значит в процентах здесь или сумму прописали. Говорите «Добавить» и заходите в период. Ну, вот сейчас период она уже отразила, поэтому я возьму. 15-й год, КФО, единичка, КПС, вот видите, мы сколько уже занесли с вами, 340. Всегда выбирайте один и тот же путь, даже если где-то что-то у вас пришли заминки. То есть у нас с вами 223 коммунальные, допустим, услуги. Источник средств, средства бюджета. И идете в номенклатуру. Открываете букву «Т» вначале, говорите «Номенклатура». Выбрали. Она закрыла букву «Т». Открыли кнопочку выбора. То есть сделали папочку, свою группу. Услуги. Потому что у нас услуги коммунальные. Тип номенклатуры выбрали. Тоже здесь есть услуга. Посмотрите, услуга. Окей. Она появилась. Открыли. И сказали создать теперь. И набрали коммунальные услуги. Все. Единицы измерения она не имеет. Ставка 18%. Здесь не так уж сложно это. Окей. Выбрали. Затем количества у нас нет и наша сумма. Если сумма не делится на какие-то элементы, она должна внизу у вас сравняться. Вот та сумма, которая здесь, должна быть равна внизу. Она должна быть синего шрифта. И вы сказали окей. Но если вы вышли, но ошиблись, вы не идите изменить план финансирования. Прямо идите. Она сейчас программа, она разрешает. Потому что каждой группой она, то есть автоматизация у ней больше становится. А прям в эту синенькую ссылочку зашли, исправили. Она вам всегда все разрешит. Потому что с изменениями очень сложный элемент. Скажем окей. И появилась строчка у вас. Лицевой счет вы у меня выбрали. Сумма она заполнит сама. Видите, то есть я зашла, она все заполнила. И скажете окей. Все. Принятые обязательства, они у вас появились. А потом можно по отчетам вашим посмотреть. Допустим. Санкционирование. Здесь есть вводные данные об исполнении бюджета. ПБС называемый. Открываете. Говорите 1 января по 31 марта. Ваше учреждение ДМШ. И сказали сформировать. Она вам построит всю вашу картиночку. Вот такой. То есть куда, что. То есть вы поставили обязательства. Где они у вас приняты. И что у вас выполнено. Очень достаточно оригинальный отчет. С точки зрения бюджетных организаций санкционирования в дополнение. То есть напоследок вам скажу. Это называется план ФХД. Поэтому с него нужно, конечно, начать вашу работу. Поэтому находите санкционирование. План ФХД. То есть я вам советую. То есть вы идите сразу в плановое назначение. А из этого документа вы сразу построите абсолютно все элементы. Открыли. У вас он будет уже. Вы уже утвердили от учредителей. Сказали добавить. И начинаете заполнять. Ну, допустим, с 10 января 2015 года. Вид документа. Добавить, надо сказать. План ФХД. Но по субсидии отдельно план ФХД. То есть по приносящий доход отдельно нужно делать. И будет два у вас. Номер 1. 10 января. ИФО обязательно прописали. Ну, вот я возьму сейчас субсидии. Чтобы нам соединить. План поступления теперь заходит. Видите, он пустой. Вы скажете создать. ИФО. Публичные обязательства. КФО. Единичка. Видите, то есть она вам здесь всю информацию. Здесь, то есть мы с вами выбираем произвольные. Так как у нас с вами это по субсидиям. И план в поступлении нету. Опять же создать. Наименование. То есть пишите. Ну, допустим, заработная плата. То есть у вас. Потому что они будут у вас по статей. Субсидии на бюджет. Федеральный. Прямо, то есть видите, она здесь уже заполнила. Что с 1 января. Записать и закрыть. Выбрали. Субсидия. Тоже так же. Создать. Код субсидии. Ну, здесь я основной. То есть возьму. То есть здесь просто единички. И наименование. Заработная плата. Все так же. Что там была зарплата, что здесь. И выбрали. А так вот если элементы посмотреть. План ФГД. Вот планов иступления. Вот видите, то есть она по порядку вам заполнила. То есть затем статьи плана. Здесь мы еще не заполнялись с вами. То есть план ФГД субсидии она тоже уже заполнила. Потому что все берется прямо отсюда. А здесь очень удобно. То есть она прям по статей. Так, заходим. Что где у нас? А не хочет она. Видите, у нас с вами здесь. Так, ФО единичку. Потому что плана финансового нет. То есть КИФ. То есть я тоже так же использую сейчас. Так, ЗП. Потому что как вы видите, у меня здесь казенные только занесены. Она, видите, не хочет соглашаться. То есть и не выбирает нам. Записать и закрыть. Выбрали. И субсидии. То есть у нас с вами заработная плата. Записать и закрыть. Ну, никак не хочет нам показывать. Да, здесь. Так, ну, выберем публичные тогда, раз не хочешь. А вот появилась сразу. Видите, как бы от этого. То есть так как я не заносила ей, то есть субсидии, она, то есть в начале в стартовом, никак не хочет нам с вами сделать. Раздел лицевого счета. Выбрали. И спускаетесь в табличку. Добавить. Отчетный период 15. Статья, то есть так же записали. То есть кнопочку выбора зашли. И сказали создать. Она, видите, заработную плату уже забрала. То есть наш с вами код 211 зарплата. Она уже заполнила. Видите, сразу записать. Здесь ничего сложного. И поступление, допустим, у вас поступило 100 тысяч. И сказали окей. То есть по плану финансовая, так вот по статейно. Коммунальные услуги отдельно, страховые взносы отдельно. Все элементы идут отдельно. И здесь же, где план ФХД, у вас есть сведения о плановых назначениях. И ставите так же 1 января по 31 марта, или ваш отчетный период. Выбрали ДМШ и сказали сформировать. Она вам покажет то есть элементы. Вот видите, 100 тысяч. То, что мы сделали. Или, допустим, санкционирование. Там есть вводные данные об исполнении планов ФХД. Потому что это основные такие элементы. 1 января по 31 октября, то есть марта. Учреждение ваше ДМШ сказали сформировать. Она построит вам таблички. Ну, в данном случае, то есть у меня они, видите, не попали сюда. Ну, потому что как бы они не все заведены. То есть план у нас с вами сюда не попал, потому что это план финансово-хозяйственной деятельности. А так можете просто его использовать для себя. Где находится, где санкционирование. Не забывайте, то есть именно в этот элемент. Ну, а мы с вами, я еще вам покажу, то есть именно варианты, которые используются в программе. То есть когда вы покупаете, вот, допустим, основные те же средства. ООС идете, поступление. И здесь у вас есть покупка. Здесь, видите, безвозмездная. То есть просто на программы пообщаться, конечно, очень сильно. Добавить. Видите, поставщика. Допустим, купили вы 25 января. Вид документа тоже нужно занести. Накладная. То есть вот из покупок. Выбрали. Номер накладной, там пускай 15, да, у нас будет. То 25 января. ИФО. Прямо все строчки нужно запомнить. Публичные. КФО единичка. Сумма. Вот я возьму сейчас вот 100 тысяч, допустим, коммунальные. 302,31. Видите, она сразу открыла. Сказали КПС. Выбрали КРБ. То есть нужно как бы несколько окон здесь просто пройти. Видите, она сразу напрямую кредиторскую задолженность открыла. Теперь счет дебета. У нас с вами 106,31 раз основные средства. И тоже рабочий план счетов занесли. Выбрали, заполнили. Затем контрагент. У нас Альфа. Можно сокращенные варианты использовать. То есть Альфу. То есть открыть поставщиков Альфа. Она должна уже занести. Здесь же договора. Но можно выбрать для условно. То есть 123. Вид затрат. Ну вот здесь, если основные средства, значит добавить. И наименование основные средства. Занести нужно в затраты. КРК обязательно 310. Это то есть увеличение стоимости. И сказали ОК. Появились. Теперь идете в КП положение. Ну можно просто вот, когда вы договорами работаете, лучше всего сказать здесь записать и заполнить по договору. Но он отсутствует, поэтому я через добавление сделаю. Допустим, здание школы. То есть не здание школы. Давайте столы. То есть возьмем. Количество, допустим, 10. То есть и сумма 100 тысяч. Ставку НДС выбрали 18%. Но она же, видите, увеличивает сумму. Поэтому здесь надо галочку поставить, чтобы она его пересчитала. Чтобы всего было, видите, 110 тысяч. 100 тысяч рублей. И в том числе НДС. Как только вы скажете здесь провести, она у вас просит денежные обязательства. Вы скажете просто ОК. И здесь же можно ввести счет фактуры, потому что поставщики все равно это используют. И они вам предъявляют. Вид документа. Добавить. Записываете счет фактура. Выбрали. Номер счета фактуры. Допустим, вы видите, что у него 25 и 25 января. Ну, как видите, то есть она все здесь уже заполнила. А здесь же можно и в электронном виде, и в бумажном. То есть покупки они у вас есть. Скажем, после этого ОК. Она запишет вам счет фактуру. И вот здесь я вам предлагаю просто, то есть есть документ. Можно, конечно, пойти через меню поступления, принятия к учету. А можно прямо отсюда, с этого документа. Вы же его уже провели. А здесь вот видите, кнопочка есть. Принять к учету. И сколько бы вы объектов у поставщика не покупали, хоть сотню сразу, она вам все документы сразу создаст. Видите? Ну, допустим, вот формирование. Вы скажете сформировать, и она создаст вам документ принятия к учету. Очень быстро. То есть здесь сразу сумма, видите, сразу появилась. То есть вам только нужно допроверить его. То есть и исправить. Ну, допустим, дата 26 января, допустим, вы ставите на учет. Смотрите, что у вас не заполнено. Первая закладка общая заполнена. Столы. Инвентарный номер заходим. Она вот этот ваш шаблон заберет. Скажете выполнить. Мол, Иванов. Ну, ставка, если есть, тогда заполните. 2 и 2. Здесь же амортизация. Видите, нам все заполнило уже. Первая группа начисления амортизаций. Видите, начислять амортизацию, она вам сказала. Нам только учет затрат, да, выбрать. 401, 20. Вы его же заполняли, поэтому здесь все уже заполнено. Еще в этом документе можно использовать, допустим, члены комиссии. Можно сразу заполнить. Просто вот зайти, то есть закладочку члены комиссии, сказать заполнить состав комиссии. Здесь, то есть мы с вами скажем, добавить наименование приказ на инвентаризацию. Дата, допустим, у вас 28 января и номер 28. А внизу, то есть ваш состав комиссии. Это можно сделать один раз только. Сотрудник физические лица Иванов, он председатель у вас, поэтому нужно выбрать, сказать председатель. И еще раз добавили, допустим, снежина, да, у нас с вами, член комиссии. И скажете выбрать все. И каждый раз уже комиссия готова, вы заполните, она сюда все попадет. Скажите окей принятие к учету, и ваш документ уже будет здесь заполнен. Поэтому вот этот элемент очень быстро принять к учету очень-очень удобно. Поэтому его используйте всегда. И последнее, то есть, ну, просто приходные кассовые ордеры, если нужно, потому что за рекламные понятно, что мы не все посмотрим. А так вот здесь, смотрите, касса, приходный ордер есть. Сказали добавить, допустим, если кассовые поступления нужны. Лицевой счет выбрали его, видите, то есть здесь нет, потому что банковский счет. Вам нужно всегда выбирать поступление наличное 210.03. Затем, то есть дата 30 января, допустим, вы получаете сумму 50 тысяч рублей. И ФО, публичное обязательство. Видите, она сразу напрямую выбрала кассу. Администрацию, подразделение выбрали. Но целевое назначение здесь нужно заполнить. Принято от Снежиной. Основание. Ну, здесь нужно заполнить основание, просто текст. Допустим, приобретение, ТМЦ. Просто все, конечно, заполнение очень-очень много идет. Его нужно заполнить. Потом уже намного-намного проще. И здесь вот бухгалтерские записи. Говорите, добавить. Выбрали КФО. Назначение, то есть 340. Просто нужно все, ячейки заполнить. Затем, то есть смотрим, на что мы покупили. А мы купили, то есть канцтовары, допустим, 340 тогда. Договор можно не заполнять. То есть здесь вот она, видите, не требует. То есть вам 50. Все, то есть элементы есть. Здесь же сказали провести. И приходный кассовый ордер. Он у вас готов. Вот он у вас появился на печати. Вы его распечатали. С точки зрения кассовой книги, кассовой книги. Здесь вот, конечно, есть, то есть у вас отчеты по кассе, кассовую книгу. Но вначале нужно сделать отчет кассира. Она не разрешит кассовую книгу вам сформировать. Поэтому вы ставите. Сейчас мы посмотрим, когда мы с вами получили деньги, чтобы не ошибаться. 30 января. И внизу, скажем, заполнить. Вот она ваша, то есть отчет кассира появился. Видите, то есть 50 тысяч рублей. Все, сформировали. Сказали окей. Ну, а теперь можете пойти в кассовую книгу. Отчет по кассу. Кассовая книга. Поставили период ваш. 1 января по 30 января. Сформировать титульный лист. И скажем, сформировать. Вот она у вас готова. Без отчета кассира она не сформирует. Так как галочку я поставила, формировать титульный лист, появилась новая закладка. Вот она. И она уже готова. Кассовая книга у вас. Поэтому с кассовой книги, то есть можете просто использовать. Ну, вот еще в заключение, потому что все элементы мы с вами еще не посмотрим полностью. Можете себе записать. Вот когда в конце периода вы работаете с программой, я вам просто советую. То есть вы стараетесь пойти в бухгалтерский учет. Здесь вот есть регламентные операции. Вначале, конечно, это нужно закрыть и производство, закрытие балансовых счетов. Вот здесь элементы закрытия счетов несанкционирования. А вы используете вот этот помощник закрытия периода. Он вам поможет. Вот он, видите? Вы его открываете. А находится он в бухгалтерский учет еще раз. То есть регламентные операции, кто у меня записывает, допустим. И здесь есть помощник закрытия периода. Он вам поможет просто. Находите ваш год 15-й, допустим. Год. Открыли. И говорите обновить данные. Она вам, то есть все, вон видите, то есть все здесь заполнит. То есть можно через помощник просто действовать. Поэтому вот, допустим, первая строчка, которая у нее не закрыта. Он, видите, начисление амортизации. Вы ее выделяете. Говорите, выполните анализ. Право. Появляются ваши строчки. Он видит, то есть все по декабрь, да? И ввести документ. Она откроет вам документ. Вы его открыли, сказали заполнить. Все. Окей. Если нужно, то есть обновить, заново сказали обновить. Но у меня, видите, много элементов, потому что я, видите, год выбрала. То есть выполнить анализ, но уже января не будет. И она вам просто поможет в этом. И так до конца месяца, то есть вашего периода, пока вы не сделаете начисление амортизации. Здесь же вот закрытие балансовых счетов. Идея та же самая. Открываете, то есть вашу строчку. Говорите, выполнить месяца. То есть выделяете и говорите, ввести документ. Она вам тоже откроет окно. Вы скажете, заполнить. Ну, у нас их нет, поэтому я скажу, окей. Ну, в конце года. А, да, я согласна. 31 декабря, 15 год. Согласна с программой. Заполнить. Она его заполнит. Но здесь нужно заполнить вот эти ваши колоночки. Ну, начинайте с субсчета всегда. Вот серединки. Выбрали его сюда. Сказали добавить. КПС. Ну, у нас не заполнены, поэтому в этом плане. То есть она сейчас не разрешит, потому что я его не заполняла. То есть, поэтому я как бы попробую еще. А так можно, то есть всегда его заполнить просто. То же самое вот двухсотый. То есть также ввести документ, она его откроет сразу. И скажете заполнить. Ну, просто некоторых элементов здесь нету. Затем также закрытие за балансовых счетов и счета санкционирования. После того, как вы прошли, то есть помощник. Единственное, она с вас будет требовать один элемент. То есть вот когда регламентная, если вы занимаетесь производством, она будет требовать с вами закрытия производственных, то есть именно счетов отдельно. Поэтому вы не пугайтесь, то есть, соответственно, нужно просто зайти и закрыть их. И она, то есть, плавненько вам все закроет. А после того, как вы это все сделаете, вы идете в бухгалтерский учет, то есть регламентированные отчеты. Но отчетность придется загрузить, потому что справочник отчетов, то есть программе в новой конфигурации, он пустой. Поэтому надо с интернета его сюда загрузить. А вот справочник налоговой отчетности как-то в новых конфигурациях наоборот сделали. То есть налоговый он есть. Так, ну что у нас? А, вот он не открыла. Вот он, он есть. Ну, также вот здесь все налоговые декларации, они присутствуют. То есть здесь же отчетность прочая и форма. Ну, допустим, по НДС давайте вот один посмотрим напоследок. То есть, конечно, он не заполнится, но тем не менее пустой будет. Вот он, видите, появился. Вы, единственное, когда заходите, говорите заполнить. Заполнить, сохранить его. И она, то есть, соответственно, заполнит. Вот видите, там раздел один сразу появится. Ну, у меня данных нету, поэтому. То есть, а так, вот видите, то есть все данные, то есть здесь у нас есть, мы ничего здесь не покупали. То есть еще приносящий доход. Она поэтому не заполнит. Здесь же восьмой раздел, ведь она пишет не заполнены. То есть не обнаружены сведения для заполнения, поэтому пустая. И так по стрелочкам. И там же есть девятый у вас, тоже у нас реализации не было. Распечатали вот здесь у нас с вами. И она декларацию вам откроет. То есть, или отправили, то есть ее. Вот видите, то есть у нас сразу. Ну, а так вот используйте. Здесь вот отправка. То есть есть отправка. Но вначале нужно выгрузить, проверку выгрузки и выгрузить. На бухгалтерскую отчетность новую конфигурацию или требуйте соединять, чтобы они вам их загрузили. Потому что в последних конфигурациях они у нас отсутствуют. Так, ну и напоследок, то есть вам просто покажу, то есть именно элемент. То есть, может, мы с вами завершили наш семинар. Если есть вопросы, я могу просто вам их ответить. То есть, ну, а всем, то есть, конечно, до свидания. То есть мой курс, он будет 6 только февраля. Если я вас заинтересовала, то есть все-таки этим курсом, ну, тогда жду 6 февраля, он только будет. Но вначале нужно первоначально пройти именно элементы, то есть какие, то есть казенные учреждения, теорию. Вам нужно пройти вначале теорию, а потом уже использовать тот элемент, который необходим именно для 1С. Без теории, то есть в 1С работать достаточно очень сложно. Продолжение следует...